Так, поэтому просил бы вас немножко взбодриться, я вижу по вашим глазам вы немножко утомились уже, но я постараюсь быстро, кратенько и так живенько рассказать вам доклад, посвященный тематике мониторинга. Это одно из наших направлений расчетных, Александр Михайлович уже вкратце рассказал об этом. Вот, доклад мой будет посвящен именно математическому моделированию в основе современных систем мониторинга, уникальных зданий и сооружений. В нем я освещу два таких уникальных сооружения, одно из которых вам очень хорошо, надеюсь, известно. Вот, оно будет в конце, сейчас вот я, на этом слайде показано только Загорская ГАЭС. То есть, наверняка, я практически уверен, вы знаете о таком крупном, серьезном энергетическом сооружении в Подмосковье, это Загорская гидроаккумулирующая электростанция. В двух словах, хотя практически уверен, что вы знаете, что такое гидроаккумулирующая электростанция, но в двух словах скажу о принципе работы такого сооружения. Представляет из себя само здание станции с турбинонасосами, верхний и нижний бассейн. Ночью, когда в энергосистеме имеется избыток электроэнергии, турбинонасосы работают в насосном режиме и перегоняют воду в верхний бассейн, а в часы пик, когда энергопотребление максимальное, они работают в турбинном режиме и вырабатывают электроэнергию, поставляют ее в сеть. Гидроаккумулирующая Загорская электростанция является самой крупной в России. Загорская электростанция состоит из двух станций. Это станция первой очереди, которая была запущена в 2003 году. Вот она показана на втором слайде, видно, наполненная в верхний бассейн. И в начале 2000-х было принято решение строить аккумулирующуюся станцию второй очереди, которая буквально совсем рядом. Вот на первом слайде там видно, что верхние бассейны у них вообще соприкасаются, а трубопроводы идут параллельно. И ударными темпами начали ее строить, но в 2013 году произошла технологическая авария. Ее называют чиновники различными такими словами, терминами, но на самом деле это настоящая авария, потому что в тот момент, когда уже начали испытывать гидроагрегаты, было смонтировано два из четырех, и сооружение воспринимало напор, произошло следующее. В основании станционного узла образовался фильтрационный канал, такая контактная фильтрация, и буквально там за очень короткий промежуток времени фильтрация проделала такой фильтрационный большой канал, и вода хлынула из нижнего объефа, вот с этой стороны, получается, в верхний. И затопило, вот на первом слайде, вот здесь вот видно, что было затоплено часть водоводов, и, соответственно, сама станция. Буквально за несколько часов было вынесено из-под основания на минуточку 24 тысячи кубометров грунта. И это привело к тому, что огромное массивное сооружение самой станции, здание станции осело, с одной стороны, на метр, вот там метр двадцать, с другой стороны, она подпрыгнула на 20 сантиметров. И, соответственно, она в таком состоянии находится уже с 2013 года. К нам обратились, соответственно, владелицы станции, компания энергетическая Росгидро, которая запустила, ну и такую, наукоемкую такую задачу, как создание системы мониторинга таких уникальных и сложных энергетических сооружений. Мы занимались частью этой системы мониторинга. Вот, соответственно, как мы всегда делаем, выезжали мы на сам аварийный объект. Что из себя, условно, представляет эта структура этого мониторинга? Она состоит из трех отдельных частей. Вы, наверное, на первом слайде могли заметить слово «мультимодельная». Это значит то, что в основе именно численной части, конечно, элементной и вычислительной части этого системы мониторинга лежат три отдельные модели. Что тут стоит сказать? Что задачи такие, как задачи геофильтрации, геомеханики и механики твердого деформированного тела нельзя решить в рамках одного, полноценно решить, в рамках одного комплекса. Это задачи разных классов, разные методы применяются для этого решения. Поэтому для того, чтобы полноценно реализовать эту задачу и с точки зрения геомеханики и геофильтрации, ну и, соответственно, уже потом с точки зрения механики самой станции, сооружений, нужно было объединить и, как выражается Александр Михайлович, поженить три отдельных комплекса, обеспечить между ними обмен данными. Ну и, соответственно, этим мы и занимались. Стадио занималось, взяло на себя реализацию именно моделей самих сооружений, ну и в какой-то степени обеспечивало взаимодействие вот этих отдельных трех подмоделей. Вот здесь на данных слайдах показан объем моделирования. С нами были сделаны сооружения обеих станций. И первая, и вторая. Вот здесь вот картинки, на которых можно увидеть трогательное совпадение натуры и мат-модели. Это вид с водоприемника второй станции на водоводы вот вниз. Здесь продемонстрированы уже, конечно, элементные модели. Ну, надо сказать, что беспрецедентная подробность была нами реализована. Именно данных сооружений там, соответственно, учтены различные сложные формы. Там это и спиральные камеры, там отсасывающие трубы. Это термины, которые гидротехники применяют, когда рассказывают о гидроагрегатах. Вот один из водоприемников показан. Ну, вот так вот, в двух словах, размерности этих задач действительно большие. По несколько миллионов. Вот полная модель. Получается, да, почти что 12 миллионов узлов. Здесь показана геологическая модель, на основе которой была создана геомеханическая и геофильтрационная модели. Вот. Мы в этом участвовали только с точки зрения взаимодействия с нашими коллегами, которые отвечали за вот эти две других модели. Геофильтрационную и геомеханическую. Они, соответственно, в других программных комплексах реализовывались. Геомеханическая в таком известном программном комплексе расчетном МИДОС, ЖТС. А задачи фильтрации решали в программном комплексе МОДФЛОУ. Условно здесь показаны некоторые этапы. Я подробно, наверное, не буду останавливаться. Но вот этап создания моделей. То есть обрабатывали мы исходные чертежи не лучшего качества. По ним создавали геометрическую модель, которую насыщали потенциальными будущими точками установки контрольно-измерительной аппаратуры. Здесь вот в двух словах должен сказать, что именно это сооружение обладает такой обширной сетью контрольно-измерительной аппаратуры. Это более нескольких тысяч датчиков различного назначения. Там эпизометры и прочее. Ну и, соответственно, мы должны были в своей расчетной модели заложить эти потенциальные точки установки контрольно-измерительной аппаратуры для того, чтобы в будущем проводить определенный анализ, верифицировать свою расчетную модель, ну и прогнозный анализ в какой-то степени тоже проводить. Здесь подробно не буду останавливаться. Вы можете видеть все вот эти этапы создания и анализы расчетных моделей. Это вот здание станционного узла, который аварийный, так называемый, второй станции. Мы проводили и моделирование самого этого аварийного случая, моделировали осадку здания и определяли актуальное напряженно-деформированное состояние самого станционного узла. Выводы, которые мы сделали, они там были в какой-то степени руководством восприняты. Ну и сейчас принимается решение по дальнейшей судьбе данного сооружения. Ну и вторая часть моего доклада посвящена уже известному вам, надеюсь, сооружению. Это ионный коллайдер в Дубне. У вас здесь под боком. Мега-сайенс проект. К нему мы имеем пока что отношение только с точки зрения того, что мы проанализировали его. Знаем необходимость создания системы мониторинга на этом объекте. Ну и в будущем, возможно, кто-то из вас примет участие в реализации именно задач мониторинга самих конструкций данного сооружения. Ну вот, как вы знаете, он состоит из нескольких частей, на которые стоит обратить внимание с точки зрения мониторинга. Это само кольцо и два детектора. Это массивные сооружения детекторы весят до тысячи тонн, по-моему. Более тысячи тонн, но не намного больше. До двух тысяч. Ну вот. Будут весить. Да, будут весить. Конечно, их конфигурация еще не определена, но понятно, что они будут... Вот это один из показан. Они будут перемещаться в местах своей установки. Они там еще будут двигаться по рельсам на какое-то там небольшое расстояние, но представьте, что такое массивное, действительно тяжелое сооружение будет еще перемещаться, двигаться. Но самое главное, то что для обеспечения полноценной работы этой установки и обеспечения проведения экспериментов, запланированных в институте, необходимо обеспечить уникальную, беспрецедентную по своим значениям относительную осадку соседних секций. То есть понятно, что это точно здесь должна быть феноменальная для того, чтобы сопоставить вот эти вот сталкивающиеся пучки и обеспечить реализацию этого запланированных экспериментов. А все кольцо состоит из отдельных бетонных фрагментов, которые, соответственно, имеют между собой стыки, швы, и, соответственно, каждый из них испытывает свои нагрузки. Соответственно, их относительные осадки не должны там превышать в некоторых местах и сотых, и десятых долей миллиметра, ну и там ограничено это несколькими миллиметрами в целом. А это очень массивные и крупные сооружения, которые стоят на сложной геологической основе, и там имеются также проблемы геофильтрации. И даже поднимается вопрос о взаимном влиянии соседнерасположенных зданий на вот эту установку, потому что она очень чувствительна к этому. Вот здесь вот приведены некоторые фотографии стройплощадки, причем вот во времени это вот наш первый выезд. Здесь вот показано, что еще кольцо само еще не было замкнуто. Вот некоторые его элементы. А вот это вот следующее, это уже свежая достаточно фотография. Вот здесь вот видно, монтирует конструкции будущего MPD. Вот кольцо уже замкнуто. Ну и вот еще несколько буквально фотографий, связанных с текущим состоянием настройки. С этим вы тоже можете совсем ознакомиться. на сайте книги там есть вот эти съемки. На данном слайде показано несколько расчетных моделей, которые мы уже проанализировали, касаемо они именно самого кольца. Это результаты и данные генпроектировщиков. Нам любезно предоставили их для анализа и выработки дальнейших наших действий. Я здесь подробно не буду останавливаться, просто продемонстрирую, что в объемной постановке сложные задачи с нелинейными грунтами, моделями грунтов со сваями и прочим, прочим, прочим. В общем, наверное, я на этом остановлюсь. Коллегам еще нужно тоже время, чтобы они вам о своих интересных направлениях рассказали. Готов ответить на вопросы, если они имеются. Надеюсь, что мы с вами еще с кем-то из вас пересечемся, как минимум по объектам, допустим, ники. Вот. Рад был знакомству. Это не угроза. Так, Олег, значит, если Дмитрию, вы копите вопросы, можно потом их задать, да? Если Дмитрию нет вопросов, тогда следующий у нас я передаю и у вас. Все. Да. Куда вы повесите? Сюда куда-то. Так, здравствуйте, еще раз, меня уже миллион раз представили, Меня зовут Александр, я вам немножко расскажу про стадионы, с которыми мы работали, над расчетом обоснованиям механической безопасности, которых мы занимались, ну и собственно с какими особенностями пришлось столкнуться, ну и там некоторые основные результаты продемонстрирую. Вот здесь представлены такие архитектурные модели этих стадионов, с которыми мы работали. Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. То есть это шесть штук, то есть половина от тех двенадцати, на которых проходил Чемпионат мира по футболу в России. Ну тут несколько таких исторических слайдов. Это вот представлены объекты, которыми занимались мы, как специалисты НИД-стадио за последние 15 лет, для строительных технических экспертиз обрушения. Ну и на базе этих экспертиз были предложены несколько таких важных моментов, позволяющих повысить такой качество и уровень обоснования безопасности сооружений. В частности, это проведение расчетов по двум альтернативным программным комплексам, альтернативными, ну точнее, два разных расчета разными организациями, которые потом сопоставляются и представляются в экспертизе, показывая, что результат один, чтобы как-то исключить ряд ошибок, человеческих факторов. Ну и также еще одно такое мероприятие, это вот, как Алексей Михайлович говорил, уже верификация программных средств, вот он показывал, в частности, программный комплекс Сон-Сис. Ну и еще ряд объектов, которые так и в до-стадионной эпохе у нас присутствовали, министадио большепролетное, это рядовый дворец в Москве, Мегаспорт, ледовая арена в Сочи, и вот тут элементы покрытия стадиона Спартак и аэровокзального комплекса Внуково. Вот, теперь уже те же самые шесть стадионов, но уже не архитектурные картиночки, а именно наши расчетные модели, построенные в программном комплексе Science Mechanical, который как раз-таки верифицирован в системе Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук. И здесь показаны их вычислительные размерности, сколько узлов, элементов, ну и, соответственно, вы можете сразу прикинуть, какой размерности это задача, то есть, если в каждом узле грубо говоря, шесть степеней свободы, то, соответственно, решались системы уравнений до 12 миллионов неизвестных. Ну и здесь дальше несколько картиночек со стадионами, здесь вот такое сравнение архитектурного проекта, фотографии стадиона и нашей, конечно, элементной модели. В принципе, видно, насколько подробно это все сделано. Здесь стадион в Санкт-Петербурге, наверное, хорошо вам известный и вообще всем известный как один из самых дорогих стадионов, наверное, самый дорогой, если не ошибаюсь, в Европе. Еще, наверное, известен тем, что очень долго строился, что появились даже мемы там, будь как зенит арена, никогда не сдавайся. Вот в таком духе. Вот, но зато он имеет ряд конструктивных особенностей интересных, раздвижная крыша. Видите, здесь сейчас везде показывают, что она раздвинутая. Неизвестно, как она работает там при атаках бакланов, ну, вроде бы не очень. И еще здесь интересная особенность, что предусмотрен вот такой вот как бы тоннель, условно говоря, под одним из секторов трибун, под которым поле футбольное с травкой может выкатываться за пределы конструкции стадиона, соответственно, травка будет хорошо расти и при проведении матча его должны закатывать обратно. Но, насколько мне известно, там какие-то возникли проблемы и эта функция не работает. Дальше. Это стадион в Самаре. Насколько я знаю, один признан уже после проведения чемпионата как один из самых красивых стадионов или самый красивый. Вот. Он имеет такую вот оригинальную конструкцию в виде такой вот летающей тарелки. Далее. Стадион в Нижнем Новгороде. Вот. Он, наверное, у него особенности в том, что он находится в таких крайне плохих грунтовых условиях. Он находится прямо на берегу двух рек, на стрелке Волги и Оки. Соответственно, грунты слабые и там около 10 тысяч свай забиты под этот стадион. Вот еще и какие-то виды такие фасадные. Вот. Стадион в городе Волгоград. Он, значит, чем знаменит? Тем, что это, наверное, единственное в России вантовое покрытие имеет. То есть здесь такие расположены преднапряженные ванты, которые, насколько я помню, в России не производятся и везли чуть ли не из Испании. Вот. Для того, чтобы построить этот стадион. Так. Вот. К сожалению, такое освещение, что, наверное, не очень хорошо видно. Подробности разработаны, конечно, элементной модели. То есть видно вот наша модель, как проработаны все вот эти ступеньки, гребенки, трибун и как это, собственно, в реальности вот в процессе строительства выглядело. Вот как повторено вот это верхний контур границы трибун. Так. Стадион Ростов-Венодону. Имеет в народе название Ливбердон. Вот. Что, собственно, можете догадаться, как расшифровывается. Все просто, потому что он находится на левом берегу Дона. Поэтому на роде называется Ливбердон. Вот. Мы работали над таким первоначальным проектом, стадионом. Видите, имел такую оригинальную форму. Два крыла таких Г-образных. Вот. Что, собственно, и доставило там ряд проблем при расчете. Но позже от такого проекта отказались, перешли к такому более традиционному. Ну и в итоге построен вот такой формы стадиона. Еще одна из его особенностей в том, что он находится в сейсмической опасной зоне. Это, наверное, из наших шести стадионов единственные, которые пришлось считать на сейсмику. Это, в общем, такая отдельная тема. Про нее еще немножечко будет дальше. И стадион в Екатеринбурге. Особенный тем, что он самый маленький из построенных к чемпионату мира. То есть он построен на месте уже существующего стадиона. То есть там ряд конструкций даже вот сохранен. В частности, вот историческая стена. Вот. И так как он маленький для того, чтобы обеспечить необходимое по требованиям FIFA количество зрительских мест, то тут были предусмотрены две такие, видите, сборные трибуны, которые находятся по бокам, за воротами как бы. Часть фасадов временно в режиме FIFA отсутствует. И, соответственно, отсюда зрители могут наблюдать за матчем. Но позже, после чемпионата мира, по-моему, сейчас они уже разобраны. Эта часть фасада закрывается и стадион работает в режиме наследия. Вот. Ну и тут здесь тоже фотография, как это вид внутри нашей модели и стадиона. Вот. Ну и, собственно, как Дмитрий говорил, что мы любим выезжать на наши объекты. И вот здесь, как раз на этом стадионе в Екатеринбурге мы присутствовали. Вот. Перед чемпионатом это в октябре 2017 года. То есть, примерно за год чуть меньше до проведения чемпионата. Вот. Нам дали ознакомиться, дали возможность ознакомиться со всеми конструкциями, пройти, подняться как раз на эту временную трибуну. Вот какой вид с нее. А также выйти на покрытие. Посмотреть, как там устроены все конструкции. Вот. В частности, вот здесь вот видно, например, несущее кольцо покрытия. Видите, такая огромная балка коробчатого сечения. И вот это фотография внутри этой балки, а не какой-нибудь там подводной лодки. То есть, внутри нее можно залезть. Она вот имеет там высоту, по-моему, около трех метров. Это вот такая вот несущая конструкция покрытия, на которую опираются все радиальные фермы. Вот. Ну, а теперь, собственно, об особенностях расчетного обоснования, с которыми приходится сталкиваться при расчете таких сооружений. Вот. Ну, в первую очередь, это огромные вычислительные размерности. Вот о чем я и говорил, да. То есть, там, если 6 степеней свободы в узле, то это вот достигало у нас там 12 миллионов неизвестных. Вот. Ну, и помимо большой размерности вычислительной, еще многовариантности различных сочетаний нагрузок и воздействий, которые прикладываются к конструкциям этого стадиона при расчете. То есть, там, например, там, несколько видов снеговых карт, ветровое воздействие под разными углами, там, допустим, если шагом 10 градусов брать обдувание этого стадиона ветром, то есть, это уже сразу набирается там 36 сочетаний для ветра, 4 для снега, плюс различные комбинации загружений на трибуны и по трибунные помещения. То есть, когда все зрители находятся на трибуне или когда трибуны пустые, а зрители находятся в фойе, соответственно, комбинируя вот этот вот набор нагрузок, у вас влезает огромное количество вариантов, которые все необходимо рассмотреть, чтобы определить наихудшие какие-то сочетания для различных конструктивных элементов. Следующая особенность, Александр Михайлович немного о ней говорил, когда упоминал метод динамического синтеза под конструкцией, это то, что проектированием и расчетом таких конструкций занимаются разные фирмы. То есть, одна компания занимается расчетом основания, грунтового массива и так далее, другая занимается расчетом железобетонной части и там третья покрытием, ну и бывает, что там четвертая, фасадами и так далее. Вот, все это делают в рамках отдельных моделей и надо как-то обосновать вообще, возможно ли такой переход или может быть надо считать в рамках одной, чтобы учить взаимное влияние всех этих подсистем друг на друга. Ну и мы в рамках своей работы это делали следующим образом, так как мы строили полную модель и сопоставляли собственные частоты и формы колебаний, то есть динамические характеристики полной модели и модели подсистем. Вот здесь в частности видно, да, какие формы колебания у покрытия, это вот стадион в Екатеринбурге, и у полной модели. Здесь видно, что они полностью совпадают, то есть нет каких-то связанных форм колебаний. То есть покрытие работает абсолютно независимо от железобетонной части. И та же самая картина для конструкции железобетона. То есть в рамках полной модели, вот как выглядит форма колебаний и в отдельной модели железобетона. Вот, но такая ситуация возникает не везде, в частности вот для конструкции стадиона в Ростове-на-Дону. Таким образом, обосновать переход к расчету в рамках отдельных подсистем не удалось, но тогда возникает вопрос, каким образом решать проблему. То есть можно либо считать полную модель, что далеко не всегда возможно, потому что она такая трудноподъемная, особенно для задач динамики. Либо использовать метод динамического синтеза под конструкцией, о котором Александр Михайлович говорил, что в общем позволяет адекватно как раз перейти к расчету вот этих отдельных подсистем, адекватно учитывая динамические свойства второй подсистемы. Далее, вот что я уже упоминал, моделирование грунтового основания, содержащего огромное количество свай. Вот вы видите, Ростой на Дону, это было порядка 11 тысяч свай, в Нижнем Новгороде 10 тысяч свай. Они имеют там разные жесткости, каким образом расположены. Здесь каждая точка, это разные сваи. И здесь как раз-таки требуются уже программистские навыки, каким образом задать весь этот массив, потому что вручную это как-то и неразумное, хоть и вероятное. Но здесь уже приходится как-то это все автоматизировать, писать какие-то дополнительные программы, которые там перебирают все координаты, и там задают соответствующую сваю с нужной жесткостью. Следующая особенность – это расчет на зыбкость в трибуну. Сейчас для таких сооружений, концертных, спортивных и так далее, существует требование обеспечения динамической комфортности, другими словами, зыбкости. Так как при согласованном движении массы зрителей возникают колебания в конструкции, если они будут ниже от установленных в нормах, то зрители почувствуют такой дискомфорт, как при ходьбе по подвесному мосту, когда он начинает раскачиваться, такое некомфортное ощущение. Соответственно, горизонтальные колебания для трибун не должны были превышать 3 Гц, а вертикальные не должны превышать 5 Гц. Но с первого раза такой результат не удается получить. Как правило, эти частоты колебаний меньше. И начинается такой процесс взаимодействия с архитекторами, конструкторами. Мы предлагаем, в каком месте нужно установить дополнительные какие-то диафрагмы жесткости. Чтобы повысить эту частоту, архитекторы пытаются от них отказаться, потому что эта диафрагма оказывается у них посреди какого-то помещения. Ну и приходится в таком многоиторационном процессе находить какие-то решения, каким образом обеспечить необходимые частоты и динамическую комфортность тем самым. Далее, вот в конструкциях покрытия проводится вот такой уточненный трехмерный физически нелинейный анализ узлов, наиболее напряженных узлов покрытия. Например, здесь показан один из узлов покрытия стадиона «Зенит». Видно, насколько подробно тут проработаны все вот эти двутавры и прочее. И определяются вот такие вот зоны пластические деформации там, в частности. И такая вот облачечная модель встраивается уже в стержневую, ну, там, в полную модель или модель покрытия, и определяются какие-то напряженно-деформированные состояния более детально. Также выполняется расчет на устойчивость металлических конструкций, покрытиев и фасадов с учетом физических, геометрических нелинейностей и начальных несовершенств. Следующий расчет — это расчет на что у нас там, прогрессирующее обрушение. Да, ну или там, наверное, более корректно сказать на устойчивость к прогрессирующему обрушению. То есть рассматривается ряд сценариев, при которых такие рассматриваются аварийные ситуации, выход из строя там одного из несущих элементов конструкции. Там покрытие или железобетонной части. Ну, в данном случае показано, что выходит из строя один из элементов покрытия. Ну, причем здесь вот для примера взят вантовое покрытие стадиона в Волгограде. И определяется, что дальше произойдется с конструкцией стадиона. Будут ли выходить из строя соседние элементы, произойдет ли такое лавинообразное разрушение. Или же разрушится этот элемент, возникнут какие-то колебания затухающие, и все стабилизируется потом, и конструкция какая-то стоит. Ну, в частности, вот здесь на графике, например, показаны перемещения возникающие. То есть плавно введена нагрузка на стадион, потом здесь происходит обрыв, то есть удаление одного из элементов покрытия. И видно, что возникают вот такие колебания, но со временем затыхают. То есть конструкция стабилизировалась и устояла при таком разрушении. Далее вот то, что я говорил про стадион в Ростове-на-Дону, это расчет на сейсмическое воздействие. Вот как раз показаны два вот этих крыла покрытия. И исходное воздействие, которое принималось для этого расчета, это акселерограммы, которые нам выдают геофизики, которые производят геологические изыскания, соответствующие измерения, обрабатывают и как исходные данные выдают нам вот такие вот акселерограммы. Соответственно, акселерограмма используется при расчете на МРЗ, так называемое максимальное расчетное землетрясение, либо же проводится расчет на проектное землетрясение по линейной спектральной теории. Так, а вот здесь далее следующая особенность — это как раз-таки вот эти временные трибуны, которые построены в Екатеринбурге были. Здесь та же самая проблема обеспечения динамической комфортности, то есть как там надо расставить эти металлические элементы, чтобы не возникало каких-то дискомфорта при согласованных движениях зрителей, а также подбор положения несущих элементов для удовлетворения критериев прочности. То есть далеко не сразу конструкция оказалась устойчивой к разрушениям. Следующая особенность — то, о чем я говорил, что для уникальных зданий и сооружений необходимо проводить два параллельных расчета, которые должны показать в итоге какой-то совпадающий результат. Здесь, в частности, показаны расчетные модели Екатеринбурга. Слева в программном комплексе Ensis Mechanical, вот железобетонная часть, и покрытие справа в программный комплекс SoFiSTIC, выполненная нашими альтернативщиками. Железобетонная часть и покрытие. Здесь то же самое для... К сожалению, так плохо видно. Это для стадиона в Волгограде. Железобетонная часть, выполненная в Ensis и выполненная в SCADA. И необходимо достичь какого-то такого соответствия этих моделей. В частности, здесь видите, частоты собственных колебаний показаны в таблице. Ну и виды, что расхождение тут порядка 4,5% максимум. Что, в общем-то, удовлетворительно. Но такого соответствия, к сожалению, сразу не получается. Как правило, вначале это 15-20% могут быть расхождения. И дальше возникает необходимость в таком тесном взаимодействии коллективов расчетчиков и конструкторов разбираться в чем, где какие несоответствия, где какие-то не те расчетные предпосылки приняли одни, в отличие от других. И находить, собственно, в чем разница. И сводить вот это вот расхождение к минимуму. То есть, как правило, чтобы это было в пределах там 10, в лучшем случае 5%. Вот здесь формы колебаний как раз-таки показаны. В модели Ensis Mechanical и в SCADA. Ну, здесь видно, что на первой форме колеблется ровно один и тот же сектор зоны фойе. Вот. Ну, и перемещения точно так же сопоставляются. И для конструкции покрытия. Здесь тот же самый Волгоградский стадион. Здесь покрытие наши коллеги считали в программном комплексе BIDOS. Вот. Ну, и сопоставлялись различные усилия и так далее. Вот. И последние, наверное, особенности, которые следует упомянуть, это то, что в дальнейшем, в конце, так сказать, всего этого процесса проектирования результаты необходимо представить в главгосэкспертизу России для того, чтобы обосновать прочность этих объектов. Вот. Этому предшествует, разумеется, большая предварительная работа. То есть, вот, проведение расчетов, разработка моделей, проведение расчетов, анализ результатов и так далее. Как раз-таки вот это вот достижение соответствия, потому что в экспертизу нельзя принести разные результаты. Вот. Ну, и в дальнейшем возникает необходимость ответа на замечания экспертизы, беседы с ними, убеждения их в том, что наши результаты достоверны, обоснования и так далее. Но при этом все это необходимо сделать, как правило, в короткие сроки. Там выделяется примерно месяц, по-моему, на проходе жжение экспертизы. Но, как правило, времени в итоге остается меньше, потому что не все результаты заносятся сразу. Вот. Ну, на этом все у меня. Все. Спасибо. Есть ли у вас какие-то вопросы? Или мы предоставим? Ну, вопрос у вас задал только по-моему, потому что Саша рассказывал. Может, вообще по стадионам? Ну, большую размерность, да. И какие задачи, они же требуют соответствующих, например, вычислений и вычислительных комплексов? Вы имеете в виду железо? Железо? Ну, да. Да. Нет, ну, в рамках стадии мы пользуемся обычными, ну, такими, на первый взгляд, обычными, но достаточно мощными персональными компьютерами, да. Ну, в принципе, есть возможность, во-первых, их объединить в какой-то там кластер для таких требовательных к вычислительным мощностям задачам. Ну, и, в принципе, мы сотрудничаем с университетами, в которых есть кластеры, в частности, мы пользовались кластером Дальневосточного университета, что, в общем-то, удобно, потому что когда там ночь, у нас день, и мы, в общем, полноценно можем его там круглосуточно задействовать. У нас даже есть такая пайка, она, наверное, в последней паре, все время, великодержава, как и наиболее, как центр, как бы вы сказали, что в Британской империи никогда не заходит солнце. Понятно, почему это говорилось, потому что действительно колонии Британской империи по всему миру. А мы боимся в последние годы, что у нас не встанет, когда не заходит солнце, потому что у нас есть Дальневосточный, да, где работают с этой, но есть все, что между Дальним Востоком и Москвой, там тоже много точек, и центров, и вещей, в том числе. И есть у нас Плорида, где работают для наших сотрудников, да, вот, ну, в частности, как Олег рассказывает, по той тематике, в которой у нас специализируется вопрос для обвести людей в большом месте. Поэтому действительно мы используем ресурсы распределенные, да, сейчас, и более того, вот последнее там время мы даже, вот, доступ к Энсису, в том числе, у нас есть а программное обеспечение, да, мы тоже стали пользоваться новой основой, с арендой, да, это же вечно, это извечная мечта, да, считающих людей, это иметь ровно столько, ровно тогда, когда ему надо, да, и никто не хочет, поэтому мы пытаемся оптимизировать этот процесс. Вот, а что касается вот тех разменов, которые я и вспоминал, в принципе, да, там довольно большая разменность, особенно динамики, при много вариантов расчетах сочи груза на выгружении, да, сочетание нагрузок их там в сотням, и, тем не менее, вот такие современные, может, машины, рабочие станции, такие персоналы, да, позволяют это решать грузообозримое время. Достаточно, когда задача считается, там, 12 миллионов неизвестных, поэт, 15 миллионов. Ну, это один вариант, да, один вариант. Динамика это растет, там, динамика это растает. Вот, ну, если мне, там, 20-30 лет назад вам сказал вот только, да, что такую задачу решать в такие времена, я бы не поверил, честно сказать. Ну, не менее, это так, такова жизнь. И прогресс, он такой, идет, он экспоненциально переверивается, да, то есть это растет. Параллельно, да, синхронно практически растут наши запросы по разгребности задач, и растут возможности, да, методы по алгоритму программы средних комплексов и железа, которые мы достаем. Так устроен прогресс. Так, пожалуйста, Олег. Так. Ну, ты все сам скажешь, да? Да. Так, сейчас проверим, корректно ли. Ну, вот видно, что… Почему у тебя карта в одном месте? Вот. Я понял. То есть, как бы я сделал PDF, но потом, чтобы посмотреть ролики, мы включим заново презентацию. Так, не знаю, насколько видно. Так. Так, значит, тема числительная гидрогазодинамика. И я вот сразу хотел сказать по поводу вопроса о начальных знаниях, которые требуются для, так скажем, работы с нами. И вот я закончил МГСУ, Московский государственный строительный университет по… То есть, бакалавриат – это была прикладная математика, где я получал такую фундаментальную подготовку по математике. Там был довольно мощный курс. И так как это был строительный университет, то математика там в первую очередь прикладывалась к задачам строительства. То есть, были и предметы из курса механики. Там строительная, сопромат, ну, такие вещи стандартные. И потом заканчивал магистратуру по направлению прикладная механика. Ну, там была, в частности, механика деформируемого твердого тела. То есть, это вот задачи, которые вот здесь были до этого. Это большая часть задач, которые мы решаем. Значит, но тем не менее, впервые на практику, в стадию, я попал после второго курса. Когда там 80% или, может, даже больше тех знаний, которые есть сейчас у меня, не было. Что, тем не менее, не мешало мне осваивать эту профессию. И, мало того, это даже помогало, потому что я уже практически четко знал, какие знания мне требуются. Значит, та тема, о которой мы сейчас будем говорить, это гидрогазодинамика. Это не механика деформируемого твердого тела, хотя обе они являются частным случаем более общей дисциплины механика сплошных сред. Только, соответственно, гидрогазодинамика изучает поведение жидких и газообразных тел. И газов, да. Именно их движение. То есть два агрегатных состояния. Ну, в принципе, даже с помощью этих же уравнений можно описывать и такое агрегатное состояние, как плазма, которая недавно появилась, но, в принципе, они там тоже применимы. Так, и вот как раз у нас, так скажем, главным локомотивом в этой теме была сотрудница одна, которая на данный момент работает во Флориде и проходит там обучение в магистратуре. Ну, и, значит, на меня эта тема как бы пришла. Теперь сейчас я вам расскажу про нее. Так, ну, во-первых, гидрогазодинамика, ну, соответственно, то, что я сказал, описывается движение газов и жидкостей. При этом их описывают по-настоящему одинаковые уравнения с разными параметрами, что может, в принципе, показаться неочевидным для того, кто первый раз про это слышит. И описывается оно некой системой уравнений, называемых уравнений на въезд токса, состоящих из уравнений неразрывности, уравнений движения, уравнений энергии и уравнений связи. Несмотря на то, что здесь эти уравнения записаны в векторном виде и выглядят не очень страшными, по-настоящему это очень сложные уравнения, нелинейные, которые, исследования которых являются одной из проблем тысячелетия. То есть до сих пор не решен вопрос о существовании и неразрывности решений, вытекающих из этих уравнений. Дело в том, что поведение газа и жидкости, оно, во-первых, очень зависит от начальных и граничных условий, и даже малое их изменение может кардинально менять решение задачи. И, так скажем, еще один фактор – это стахастическое поведение турбулентных течений, которые проявляются там при достаточно больших скоростях, которые, тем не менее, встречаются в практических задачах постоянно. Так, значит, далее. Где она применяется? Вообще, так как эти уравнения описывают сразу два агрегатных состояния, то областей применения гидрогазодинамики, их настолько огромное количество, что, я думаю, их можно несколько часов только перечислять. Тем не менее, я назову основные, которые, во-первых, являются первыми областями, в которых стала применяться гидрогазодинамика, ну, а во-вторых, они являются наиболее известными вам. Это, во-первых, аэродинамика летательных аппаратов. Как известно, там это крайне актуальная тема, и практически без нее невозможно исследование этих устройств летательных. Так, далее. Ветроэнергетика. Ну, вот уже Александр Михайлович про это рассказывал. Это сейчас достаточно такое модное направление стало и полезное направление в мировом, в мировой практике. И начинается у нас, да, то есть исследование нагрузок, во-первых, приходящихся на вот эти ветряки. Кстати говоря, ветряки, они тоже со временем все больше и больше становятся. Не то, что они растут, а для того... То есть использование крупных ветряков, оно более эффективно оказывается, и поэтому их размеры, они проектируются все большего и большего размера. И вот, например, на этой задаче только радиус вот этой лопасти, он 60 метров. Да, чтобы кто-то понимал, да, то есть там диаметр 120 метров вот этого размаха. Так, дальше аэродинамика труб... А, турбин, соответственно, это как паровые турбины, так и турбины в реактивных двигателях, там, самолетов, ракет, ну, и других летательных аппаратах. Значит, там это является очень важной задачей, так как вот мы видим, да, что вот эти лопатки, да, они носят определенную функцию, мы знаем, да, там, выравнивание, и там, ускорение, замедление потоков. И их расчет является очень важным для повышения эффективности турбин. Значит, гидродинамика смазки. То есть смазка тоже описывается этими же самыми уравнениями. И, соответственно, в задачах соединений, это довольно старая такая тоже задача, в которой, возможно, там, значительное допущение, упрощающее решение. Но, тем не менее, называется дисциплина такая частная гидродинамика смазки. Так, следующая тема – это формирование композитов. Вот это мы не так давно столкнулись впервые с такой темой. Вот, во-первых, ну, то есть там расскажу, какая примерно история. То есть существует некая установка, в которой нагнетается воздух, и подаются определенные такие филаменты и каменноугольный пек. Все это должно в установке максимально однородно перемешаться, и получается такой пресс-пакет, который потом будет уже обрабатываться, и из него получаться композит. И, соответственно, оказалось, что достижение однородности в этом пресс-пакете оказывается невозможным в рамках тех экспериментов, которые сама организация над ними проводила, потому что уловить те сложные зависимости экспериментально оказалось очень сложно. И вот наша задача, если все хорошо получится, то мы эту задачу решим. Вот она на данный момент как раз у нас в работе. это повышение однородности этих композитов и, как следствие, увеличение качества получаемых изделий. Также, помимо, конечно, такого примера композитов, это и, в принципе, их перемешивание, запекание и в жидкой форме. Тоже там, соответственно, задача может быть решена нашими этими методами. Так, дальше. Значит, область применения – это экология. Во-первых, распространение выбросов радиации. Это вот труб, пожаров. Тоже являются такой важной темой. Дальше такая задача, как седиментация. Это значит оседание частиц. Это происходит в различных очистных сооружениях, где требуется, чтобы определенные частицы остались там, где им нужно, а все остальное текло дальше. Это и в природе тоже бывает важная задача. Планирование ландшафта – это что-то очень сходное с пешеходной комфортностью, когда разбивается какая-то область таким образом, чтобы людям там было максимально комфортно. Ну и, наверное, не только людям, но и растениям с точки зрения ветра. Ну, об этом я поподробнее еще расскажу с точки зрения уже строительства. Так, ну, наше основное место, где мы применяем аэродинамику – это строительная аэродинамика. Значит, у нас есть практически одноименная книжка, такая весьма существенная, где были разработаны методики, по которым сейчас мы даже проходим, например, экспертизы, про которые тоже Саша говорил, про главгосэкспертизу, в которых наша книжка является таким неким техническим документом, который позволяет эту экспертизу успешно проходить. Значит, в строительной аэродинамике есть много поднаправлений расчетов. То есть это, во-первых, нагрузки на несущие конструкции. Ну, то есть это понятное дело, что если у нас достаточно, сооружение находится достаточно высоко над землей, то на него приходится большой напор ветра, который учитывается в расчетах. И важно эти значения определить. Мало того, используя нормативные методики, мы можем только для очень ограниченного круга сооружений как по форме, так и по высоте их определить, а во всех остальных случаях требуются дополнительные исследования. Так, определение нагрузок на фасадные системы. Ну, это с виду кажется одним и тем же, может быть, но это разные вещи, так как напор воздуха на здание, он очень неравномерен. И на несущие конструкции мы определяем такие средние нагрузки, так как у нас где-то там пики, где-то наоборот понижения, нас интересует среднее значение. А на фасадных системах там совсем по-другому. То есть там рассматривается именно пиковое, самое максимальное значение, которое может принимать, которое может оказывать ветер на эти системы. Ну и вот там все знают, что там пару лет назад был ураган, и вот было оторвано во многих местах Москвы множество фасадных конструкций. И вот, в частности, это происходило от того, что тема является еще недостаточно исследованной, и проектирование происходит по, ну, видимо, каким-то документам или каким-то методикам, которые недостаточно совершенны. Также следующее исследование пешеходной комфортности. Ну, это, значит, определение скорости ветра на той высоте, на которой мы с вами ходим. И есть определенные ограничения на эту высоту, на эти скорости. Все знают, что когда дует очень сильный ветер где-то в жилых районах, это крайне неприятно. И, соответственно, можно принимать различные мероприятия, предпринимать для улучшения этой ситуации, снижения ветра. Это как насаждение каких-то растений, так создание каких-то ограждающих конструкций, и там рекламных конструкций, ну, чтобы такими малыми средствами можно было улучшить эту самую комфортность. Так, моделирование снеговых нагрузок. Это, значит, тема является такой очень сложной, так как снег распространяется неравномерно на конструкциях, и законы его распространения, они крайне непонятны. То есть это такая тема, которая многими пытается, многие работают в том направлении, чтобы ее решить, но какого-то такого выдающегося результата еще никто не достиг. Хотя тема невероятно важная, как снеговые нагрузки, они составляют существенную долю от нагрузок, а в особенности в тех районах, где снега много. Так, ну, задачи вентиляции, ну, это понятные тоже всем вещи, чтобы у нас система вентиляции работала достаточно хорошо, чтобы в помещении все себя комфортно чувствовали. Так, энергоэффективность стеклопакетов. Тоже такая тема есть. Значит, ну, как вы, наверное, знаете, в стеклопакете между стеклами там есть некоторый газ. Это может быть просто воздух в более дешевых вариантах, это может быть там аргон в более дорогих вариантах. И, значит, у нас получается, что с одной стороны атмосфера внешняя влияет на одно стекло, и возникает вопрос, каким образом это и с какой скоростью это тепло будет передаваться через среду газа к другому стеклу. Потому что уже после другого стекла уже начнется, ну, там, возможно, конечно, несколько слоев, но, тем не менее, через сколько-то слоев у нас наступит помещение. И, как бы, энергоэффективность стеклопакетов является такой важной темой. У нас даже одним человеком была написана, практически написана кандидатская по этой теме. Так, аэродинамическая неустойчивость. Ну, это то, что тоже уже упоминалось. Значит, это те случаи, когда у нас, ну, во-первых, частоты срыва вихрей сооружения могут совпадать с частотами, собственными частотами конструкции, и могут возникать резонансные явления, которые, ну, как правило, оказываются критическими и разрушительными для конструкции. Ну, и возникает естественная задача определить, может ли у нас возникнуть такая ситуация, и предпринять меры для ее, для того, чтобы она не произошла. Так, ну, и еще одна тема моделирования экстремальных климатических явлений, как бы, торнадо, цунами. Вот, тема торнадо, она, например, очень актуальна для США, где очень много происходит этого торнадо. Ну, и, соответственно, когда торнадо у нас, скажем, находит на здание, то возникают какие-то совершенно особые нагрузки на это здание, и чтобы оно выдерживало это природное явление, нужно уметь его моделировать. Так, ну, вот связанная задача, это то, что вот говорилось в связи с устойчивостью, да, аэродинамической устойчивостью, она может решаться, это устойчивость как в связанной, так и не в связанной постановке. Ну, значит, что такое связанная задача? Это тогда, когда у нас есть два каких-то явления. Ну, вот, например, в случае с упругостью, да, это аэродинамика, и это теория упругости, да, упругость, конструкция, ну, механика деформируемого, твердого тела. И если у нас имеется взаимное влияние этих явлений друг на друга, в частности, когда конструкция начинает колебаться, фактически изменяются ограниченные условия, и они начинают влиять, это изменение начинает влиять на поток. И, значит, когда у нас происходили, ну, вот, например, здесь пример Токомского моста, где как раз он, здесь произошел такой крутильный флоттер, вот, и мост начал вот так вот изгибаться, и в итоге разрушился. Вот, это является очень актуальной темой для таких вот достаточно тонких конструкций, ну, вот, вроде, например, мостов, да. Так, хорошо, тогда ускоряемся. Значит, какие существуют методы решения? Это аналитические, экспериментальные и численные. Значит, аналитические методы, они, ну, для очень узкого класса задачи, возможно, только как для какой-то верификации. Ну, и той редкой. Значит, экспериментальные методы, это, во-первых, можно в натуральной на сооружении измерять, ну, или не только на сооружении, когда оно уже, например, изготовлено, или изготовить какой-то макет в натуральную величину. И дальше экспериментальные в лабораторных условиях, когда создаются какие-то уменьшенные масштабы конструкций, и потом они, ну, например, в строительстве это продувается в аэродинамических трубах. И, значит, численные методы, на которых специализируется наша организация. Значит, и в случае задач гидрогазодинамики, это, в первую очередь, метод конечных объемов. Так, значит, ну, у экспериментальных методов у них есть, как бы, в принципе, и достоинства, и недостатки. Из недостатков это то, что, как правило, это высокая стоимость, потом проблема подобия, то, что невозможно, ну, модель-то уменьшенная, невозможно достичь подобия во всех параметрах одновременно. Вот. Значит, невозможность получить какие-то из результатов, важных, возможно, для нас. Вот. Ну, и, значит, из достоинств то, что, в принципе, если у нас уже процесс отлажен, то там продувка занимает не так много времени. Так. Да, и связанные с задачей, они решаются достаточно быстро, если уже все отлажено. Значит, численные методы, они тоже имеют достоинства и недостатки, как и все методы. Значит, ну, во-первых, там нет недостатков аналитических и экспериментальных, но возможно учитывать очень сложную геометрию, очень большое удобство в плане визуализации результатов. Но проблемы там, скорее, вот это модели турбулентности, ну, соответственно, вот моделирование маленьких вихрей, и не только даже маленьких, оно сопряжено с очень большими вычислительными трудностями, которые решаются с помощью модели турбулентности. И, соответственно, в разных задачах эту модель нужно подбирать и как-то корректировать. Ну, опять же, если где-то уже это процесс отработанный, то там этого не требуется. Значит, и в случае связанных или там нестационарных задач требуются очень большие вычислительные мощности. Ну, вот, например, у нас была, наверное, самая такая большая, ну, возможно, она и не самая большая, но такая очень крупная задача из последних, где вот у нас был нестационарный расчет ветряка, и там было, насколько я помню, где-то порядка 20 миллионов неизвестных, и так как задача нестационарна, то есть должна решиться на каждом моменте времени, то это у нас решилось около месяца. Так, на вычислительном кластере. Так, ну, значит, вот этот объект уже показывали, поэтому я не буду останавливаться. Значит, проясним туда его. Значит, вот жилой комплекс Наметкина, то есть вот мы видим, да, преимущество численных методов, можно детально создать геометрию фасадов. Вот в аэродинамической трубе или любым другим экспериментам у нас такой детализации достичь невозможно. То есть модели всегда изготавливают во много раз проще. Далее, возможность учесть окружающую застройку. Причем мы можем спокойно учитывать окружающую застройку на расстоянии одного километра, например, вокруг сооружения. И, как вот в условиях, например, Москвы, плотной застройки это очень большое влияние оказывает на результаты. Так, вот здесь вот тоже в этом пешеходная комфортность исследовалась в этом же комплексе. Вот это расчет ветряка. Так, вот мы видим тут, как такие турбулентные потоки срываются с лопастей и башни. Так, давайте я вам ролики что-ли покажу. Ну да, все, остались вот только ролики и все. То есть, когда решается задача нестационарная, у нас есть возможность создать такие красивые ролики, которые, конечно, носят по большей степени презентативный характер. Так, ну сейчас подождем. Надеюсь, нам техника позволит увидеть. Ну да, я как предполагал, поэтому PDF-ку сделал там на всякий случай. Но… Он есть отдельно, да, но… А можно я задам вопрос? Так, да, давайте тогда к вопросам. А можно понять, что является входными данными для задачи? Дальше, что вы дальше делаете? Вот вы получаете, у вас нет, у вас нет, у вас нет. А, такой вот, как происходит цикл работы, да? Дальше, как вы их решаете? Вы сами пишите программу, вы какую-то стандартную программу используете, какой-то набор программ используете? Ну, во-первых, исходные данные мы получаем, часть исходных данных мы получаем от заказчика. Например, в случае аэродинамики сооружений, это чертежи здания, да, по которым можно восстановить геометрическую модель. Иногда мы получаем, если повезет, то и саму геометрическую модель. Но это по-настоящему нельзя назвать большим везением, так как переработка ее оказывается немногим быстрее, чем восстановление модели по чертежам. Вот, часть данных мы сами берем. Например, вот окружающую застройку, это, в принципе, в открытых источниках и карту, и высоты зданий можно найти. Так, далее. Значит, мы, собственно, используем программные комплексы. В случае аэродинамики это только мощные программные комплексы, в частности, ANSYS. Там есть два пакета CFX и FLUID, которые реализуют такие достаточно прогрессивные методы гидрогазодинамики. Вот. Значит, далее создается конечная элементная модель из этой геометрии. Ну, опять же, средствами, которые есть в комплексе, но по методике, которая там была не один год разрабатывалась. Потому что сделать такую модель, которая была бы оптимальной по вычислительным ресурсам и давала корректные результаты, это, так скажем, непростая задача. Тем не менее, она для таких типовых задач была решена. Вот. Для нетиповых, естественно, проводятся несколько расчетов на разных сетках, где мы определяем требуемую густоту для определения нужных нам явлений. Ну и дальше, соответственно, проводятся расчеты. Расчеты проводятся, как правило, по разным направлениям ветра. Эти расчеты могут, и модели, вернее, могут корректироваться, если есть возможность сравнить расчеты с экспериментом. Ну, это не так часто бывает. Тем не менее, прецеденты были, когда с нами в связке работала другая компания, которая проводила экспериментальные исследования, и мы могли, как бы, прийти к одному знаменателю, и получались очень высококачественные работы. Так. Я на все ответил, что вы спрашиваете? Ну, я хотел бы, может быть, в развитии, потому что сказать, Олег, ты сказал, Олег, потому что ответ на вопрос действительно возникает вопрос, а где тут человеческий план? Где тут специалист, да? Сможет создаться какое-то ложное, да? И опять же, в тех самых начальных, которые хотели увидеть за все, на чем, на чем, на как, на как, на как, на как, на как. Что есть там программный комплекс, есть там железо, да, есть красная кнопка, нажав которую вы получаете там замечательный результат. Ну, а, собственно, отчего? Вовсе нет, да? Вовсе нет. И я, и ребята показали, да, чтобы правильно поставить задачу, правильно заработать расчетную модель, ну, и вообще выбрать, в том числе, программный комплекс, свой лет заработать, развитие, вот, такой мировой бренд, не подняться с CFD или там, или там, Энсис Меккейн, да, для того, чтобы правильно провести расчетные исследования, обработать их, представиться, поставить с интернативными расчетами, да, и защитить это соответствующих хайстерных органов, да, это все, как бы, ваша квалификация, да, и, как бы, никакой компьютер, никакой диагет, да, значит, какой-то со стороны вам, чтобы, так сказать, не заменить, да, то есть это ваша квалификация, которая нарабатывается многими годами, ну, вот, потому что известно, например, что хорошим математикам, более того, гениальным математикам, можно сказать, это для себя там 20 лет, да, будут были какие-то деньги, которые 20-25 лет, выдающиеся математические достижения. Нужно ли знать математику расчетов? Ну, обязательно. Это как бы необходимое, что-то там, да, математику, механику, физические основы, там, вычерительные основы. Но стать хорошим расчетчиком 20 лет нельзя, да? Я скажу страшную вещь для Олега, 25 лет тоже нельзя стать хорошим расчетчиком, да? Это, безусловно, известно. Именно столько. Именно столько, да. Вот. То есть можно к этому стремиться. Вот Олег к этому стремится, поэтому, видите, он на передовом краю и глядишь 30-ти годам с хвостиком. Хвостик, может быть, 9 лет, не важно, да? Как не знаю, да? Вот. Он вполне сможет, так сказать, открывать одну левую, так сказать, дверь главную с экспертизой и праздник. Какой у вас там вопрос? Идите сюда, значит, я вам все расскажу. Вот. Но для этого нужен, конечно, такой многогранный опыт в рано фундаментальный, прикладных вопросах, да? Знать предмет, не могут с надо обязательно, которые вы работаете, да? Потому что там очень много подробностей, о которых, конечно, мы вам сегодня не могли, не даже не хотели бы рассказывать, чтобы вас не совсем другать, да? Вот. Эти подробности очень много. Вот. Поэтому я, может быть, завершая сегодняшнюю часть, хочу сказать, еще раз предложить, пригласить, да, к сотрудничеству, по-честному поговорить. И тех из вас, кого реально интересовало это направление, ну, мы пытались, может, фрагментарно, на любом представе, да? Не по всем темам. Более того, сегодня мы смотрим крайне шире, да, у нас заклады в области, в которых раньше не работали, и где есть у нас потребность, да? Не скрою, не только потому, что мы такие умные, мы так будем на себе, конечно же, не только поэтому, да? А просто потому, что потенциал научной в России сильно ослаб, да? Здесь ряд областей, куда у нас раньше точно не было. Ну, это совершенно точно. Там было вполне достаточно для научного сообщества, да? Оно сейчас поясняет, да? И, значит, вот эти области смотрят и на нашу сторону, в частности, да? Поэтому, вот, не бойтесь там, да, задать вопрос, и в контакте, тем более, не будет реально, будет филипп, у нас, директор этого центра, когда мы здесь тоже бываем, и будем всякий раз тогда туда будет потребность. Вот. Если еще раз у вас ответят вопросы, давайте, и повторю, то вам это будет скорее всего нам лучше, чтобы подавать, то, что, например, на летнюю практику, да, тех из вас, кто там точно не участвует, мы приглашаем в стадию, причем режим, он будет, который подговорит, нам отсутственные, инстанционные, это онлайн, онлайн, это все тоже у меня не очень передали запуск. Если вы видите, я вам неударно говорил насчет Владивостока, Москва, да, то есть мы работаем везде, так, где и как у нас есть интерес, да. Еще раз спасибо за внимание, если есть вопросы. Вот, удалось ролики запустить, удалось ролики запустить. А? Это у нас резервуар, наполненный нефтью, и расчет на сейсмическое воздействие, то есть здесь 9-бальное землетрясение, которое вызывает колебания нефти в резервуаре, соответственно, как раз проявляется связанная задача, то есть нефть у нас является жидкостью, да, которая описывается в уравнении именно въезд токса, а, соответственно, теория упругости это уравнение сенвинано, да, и здесь имеется взаимное влияние, вот, и задача была, кстати говоря, успешно решена, и, насколько я знаю, совпадала там с многими какими-то приближенными... Это высота волны. Да, это высота волны, красным светом вверх, синим вниз, да, и совпадала с какими-то там приближенными методами в важных моментах, что позволяло сделать вывод о ее корректности построенной модели. Ну, Олег сам не проводит и рассчитывает как раз в линейной информации в городе. Если бы она рассказывала, она бы рассказала, что это не просто резервуар, а здесь показана модель экспериментальной установки этого резервуара, то есть мы сравниваем именно с результатами эксперимента, который проводился в том, что он в этом центре, и он показал очень близкий результат. Так, это вот я другую включил. Вот была картинка от Акомского моста, где я рассказывал вам про его разрушение. И вот, соответственно, тоже у нас с пиранкой другой была решена эта задача в такой упрощенной постановке, то есть вот здесь находится только его сечение. Однако заданы эквивалентные жесткости, которые, ну, в некоторой степени, там, точности описывают поведение этого моста. Вот и решалась связанная аэроупругая задача. И по результатам, так как там есть видео, да, разрушения Акомского моста, то там, как бы, известны определенные частоты, в которых это произошло. И вот, насколько мне известно, что частоты, полученные вот в этом расчете, они оказались, ну, такими достаточно близкими к тем экспериментальным решениям, которые, к тем экспериментальным данным, которые были. То есть вот это как раз к вопросу о том, черный там ящик или нет. То есть мы, как бы, постоянно проводим научную работу и разрабатываем вот эти методики и сверяемся с экспериментом. Когда вот уже такая есть решенная задача, можно там с некоторой уверенностью говорить о том, что сходная задача будет решена тоже верно.